Дорогие друзья, приветствуем всех. Сегодня у нас разговор. Как это неудивительно, да? И мы хотели бы обсудить сегодня тему. Исходная встреча наша была предыдущая относительно проектного управления. На самом деле множество тем затронули. И мне представляется, что было бы правильно начать сначала, как это водится. Имеется в виду, что поговорить про основание выхода в проектную позицию и, может быть, даже проектное мышление, почему нет, в соответствии с той темой, которая была затронута, а именно необходимость определиться, где кто, почему и зачем находится. Сегодня мы это обозначим как тему сложного, как тему необходимости прояснения изначального хаоса, то есть ситуации, в которой мы находимся, и выхода на какую-то позицию более внятную, где возможно совершение либо действия, либо формулирования или проектирования какой-то цели, или формирования какого-то проекта. Вот примерно так. Тема сложная. Не сложная тема, а тема сложная. У меня к тебе вопрос в первую очередь. Такого рода. Когда мы говорим про сложное в рамках деятельности, в рамках, неважно, исследовательской или еще какой-то, для тебя самого сложное, как бы ты его вообще схватил? Ситуация хаоса? Сложное, конечно, бывает самым разнообразным. И хаос это как раз неразличенное. Вот когда я не знаю, с чем я имею дело. Например, я не знаю, ситуация она простая или сложная? Ситуация опасная или не опасная? Есть риск или нет риска? Нужна стратагема или нет стратагемы? Это неразличенное. Оно становится сложным только тогда, когда я это сложное смог различить. И совсем не обязательно его различать. Например, может оказаться, что я работаю с простым. Я нахожусь немного в контексте Кеневина, где как раз классификация сложности. Наверное, мы в следующий раз, да? Да, я думаю, отдельно про Кеневин поговорим. Достаточно такая функциональная модель. И здесь для меня важен вопрос развлечения поля деятельности. Как бы есть ли решения, которые можно принимать? Если их можно принимать, то какие можно принимать, какие нельзя принимать? Чего можно хотеть? Для этого нужно понять, в какой я ситуации. Или, с другой стороны, так как у меня есть сотрудники, которые тоже занимаются очень сложными вещами. Коллеги, партнеры, экосистема, в которой мы находимся и так далее. Очень важно понять, в какой ситуации находится каждый из них. Ну, например, один человек занимается одним сложным, а другой занимается простым. То есть я правильно понимаю, что бывает, я прошу прощения, перебиваю, но смотри, момент, который для меня интересен. Бывает ли такое, что возникает конфликт или рассогласованность в поведении коммуникации, из-за того, что предметная область, в которой осуществляется какая-то деятельность или коммуникация, он вообще, говоря, схватывается по-разному. И получается так, что каждый видит свое и не слышит другого. Тут мы возвращаемся к идее неразвлечения и к идее импринта и решения вопроса выживания. Вот, например, допустим, человек попал в средней школе в новую среду. Может быть такое. И эта новая среда, в ней было много материала, в котором надо разобраться. Человек попробовал дисциплину. И он попробовал очень методично разбираться с этим материалом. И оказалось, что если он ведет правильно дневник или ставит перед собой задачи, занимается управлением собственным временем, занимается декомпозицией задач и так далее и тому подобное, это способствует его выживанию в этой среде. И он через какое-то время оказывается, что разобрался с материалом, сдал все зачеты. И вот он такой молоток. И вот проходит 10 лет. И он попадает в непростую ситуацию в исследовательской, например, деятельности, или во внедреческой, или в предпринимательской, в какой-то ситуации, где уже правила игры могут быть другими. Скорее всего, его первый инстинкт будет повторить успешный опыт. Повторить успешный опыт. И разворачивание прежде успешного опыта в неразвлечении текущей ситуации – это, конечно, опасность. Это риск. Это риск несоответствия, когда ты поступаешь в другой ситуации. По модели предыдущей. По модели предыдущей, да. И это как раз момент неразвлеченности. Когда ты не понял, что помогло тебе в прошлой ситуации, что это была за ситуация. Но ты понял, что что-то помогает, и теперь ситуация опять требует чего-то. Вообще и работает. Ты кто-то и делаешь. Это такая неразвлеченность. Или, например, очень частая ситуация, когда кажется, что сложности вообще нет. Ничего не сложного, надо просто работать посерьезнее. Как бы подналечь. Больше усилий. Подналечь и как бы работать до шести часов. Вот, чтобы прям по-честному. Ты классика жанра, да-да-да. И кажется, что если я работаю по-честному, то будет результат. Я же работал. А оказывается, что здесь думать надо. И, например, работать по-другому. Нужно смещение. Но не возникает даже такого вопроса. И вот этот момент распознавания ситуации и распознавания спектра деятельности очень важен, с одной стороны, и если им не воспользоваться, если этот момент пропустить, он может вести к конфликту. Конфликт часто – это реализация импринтов прежнего полезного опыта. И каждый в сложной ситуации делает то, что раньше ему помогало. То, что у Переслегина обозначено как культурный код, да? То есть то, что срабатывает автоматом, когда нужно делать такой выбор в ситуации риска или быстрого принятия решений. Ну, у Переслегина культурный код – это гораздо более сложная ситуация. Она связана с выживанием цивилизационным, да, коллективным, в котором включаются такие режимы совершенно экстренные. Но, допустим, накал скромнее, и задачи связаны, например, с задачами развития, что наиболее хрупко, прежде всего, отказаться или проканать как раз задачи развития. И, допустим, это не вопрос выживания деревни или государства, а вопрос содержательности жизни, как бы на самом деле вопрос качества жизни. Ну да. Я понимаю, что происходит, и оно преобразует, я нахожусь внутри этого преображения, или же я просто выполняю какие-то операции, ну, просто их выполняю, и все. Вот такой вопрос. И в таком вопросе, конечно, хочется проявить себя как человека или помочь ситуации сделать так, чтобы люди были максимально людьми. Можешь привести пример, когда, вот, например, ну, соответственно, усердность или дисциплина как способ решения, да, или развлечения ситуации может не сработать. Или пример ситуации, когда работать больше не значит работать лучше. Какой-нибудь простой, чтобы быстрее этого было схватить? Задачка на засыпку. Задачка на засыпку. Смотри, он дорисовывает нам. Так сходу сложно придумать, но есть такой пример из текущей нашей ситуации. Есть необходимость реорганизовать исследовательскую деятельность. Так. Острая необходимость. Необходимость реорганизовать и сменить понимание означает, что точка сборки отсутствует. Нет точки сборки. Сам выбор точки сборки, артикуляция точки сборки – это и есть действие. Но какую выбрать? Нет списка точек сборки. И в такой ситуации заниматься планированием и постановкой дедлайнов, дотошным планированием – это довольно странный вид деятельности. Потому что планировать нечего. Но можно занять все и абсолютно все время планированием вопросов. Типа разобраться в этом, понять то, сделать то, не знаю что, на основании принятых решений, составить документ. Какие-то такие вещи могут появляться. Симуляция на самом деле ответа на проблему или вопрос? В сущности это такая форма избегания. Но смотреть в неопределенность – это вообще довольно трудно. Нужны какие-то инструменты, чтобы психика это выдерживала. Чаще всего нужны какие-то кучки, на которые можно определиться. Знаешь, историю про этого недавно тоже услышал. У пиаже, который одного из арабов привез на море. И тот ходил и опять-таки за что купил, за то продаю. Надо перепроверить все. Но история такая, что араб, который никогда не видел море, он шел вдоль моря и не видел моря. Потому что для него море, если бы он мог увидеть его, пережить, было бы слишком большим напряжением, которое его психика просто заблокировала, как бы вытеснила, не доведела до осознания. И в этом смысле слова для каждого из нас предельное напряжение – это ситуация неопределенности, в которой мы должны увидеть что-то, что по определению вызовет у нас это напряжение. В этом смысле развитие – это вызов для организации, для личности, наверное. Потому что увидеть какую-то возможность развития – допустить возможность риска или разрушения, или каких-то потерь. Возможность отказа от чего-то, что дорого сердцу. Ну да, и здесь одновременно появляется такая противоположная позиция, что в ситуации тотальной неопределенности в организации, возможно, совершенно необходим кто-то, кто будет составлять план. Да, если все занимаются только тем, что составляют план, это означает способ смерти. Но если организация достаточно крупная, и кто-то в ней занимается активной формализацией, то он на самом деле занимается формализацией из поля, как бы из того, что обсуждается вокруг, из тех смыслов, которые доступны. И это позволяет отнестись к этому рефлексивно. Отнестись рефлексивно и одновременно ухватить то, что есть. И оказывается, что вот в некоторой степени активная деятельность систематического, упорядоченного планирования в ситуации хаоса контрпродуктивна, а в некоторой степени она необходима. А в некоторой степени, когда есть неопределенность, возможно, единственный шанс – это пройти вдоль этого моря и туда не нырять. Это слишком радикально. Мне в этом плане очень нравится метафора языка, что человек может функционировать только потому, что его вкус достаточно постоянен. кровь постоянного вкуса, другие всякие жидкости, мясо. У него вкус постоянный. И он не различен. Мы не различаем, соленая у нас кровь или нет, пока не будет какой-нибудь ранки. Но есть отдельный орган, вкус которого не определен. Это поверхность языка. И он таким образом служит датчиком, он разбирается. Так же и в организации. В нормальной ситуации вот этим хаосом должны заведовать только некоторые. Иначе организованность организации будет утеряна. Если я правильно понимаю, то вообще проблематизация или взгляд в будущее, в эту неопределенность, понимание рисков и так далее, вообще говоря, это нужно не всем и не всей компании уж точно или организации. Если каждый член организации будет думать о рисках, скорее всего, она просто встанет и вся работа остановится в тот же самый миг, как только это будет допущено. Про риски и про вызовы и возможности. Это всегда рядышком идет. Будет более продуктивно, если будет думать какая-то часть. То, что я слышу, для меня звучит следующим образом. Есть разный функционал у организации. Это одна история. Но есть и разные параметры, среды или объекты, с которыми взаимодействует организация. И один из таких параметров или режимов, или областей, или объектов – это будущее. И может быть кто-то из руководства, или еще кто-то должен, соответственно, с ним соотноситься. Не знаю. Кто-то должен заниматься планированием, кто-то должен заниматься, может, проектированием, а кто-то должен заниматься, получается, выполнением этой работы. То есть тогда проблем нету получается? Если просто разграничить это по ролям и все? Нет никаких проблем. Все вообще отлично. Смотрел это кино замечательное, кофе и сигареты? Да, я уже не помню. Как-то один друг другого позвал ночью, прямо в ночи позвонил, говорит, приезжай срочно. И друг приезжает и говорит, ну в чем проблема? Тот говорит, нет никакой проблемы. Чего ты меня позвал? Ну вот, понимаешь, есть кое-что. Так в чем проблема? И они так и не договорились. Потом уходит. Вот трясет кубики, бросает 6-6. Трясет кубики, бросает 6-6. Реально не проблема, но как-то есть о чем поговорить. А как ты об этом скажешь? Вроде бы все в порядке. Так и здесь. Ну да, в сущности нет проблемы, если все все поняли. Если все нашли слова для этого. И вот наши дискуссии тоже, они как могут помочь, например. Или как они мне иногда помогают. Что в ситуации, когда это не снаружи мы смотрим на организацию и размышляем, что вот, там есть разные типы мышления. А когда внутри ситуации ты находишься, эмоции кипят, знаний не хватает. И более того, эмоции кипят и знаний не хватает у всех. Более того, у каждого есть некоторое видение, как с этим быть. И оно не обязательно включает друг друга, других людей. Иногда оно включает только заботу о своих чувствах, там, например, и все. Или там то, что я буду писать план или ну что-нибудь такое. И вот в этой ситуации предложить аргументацию, которую люди, находящиеся в разных позициях, будут способны воспринять как непротиворечивую, как гармонизирующую, как аргументацию, которая показывает уместность, правомерность и ценность их различия. Это бывает очень важно. Это позволяет, как бы, снять напряжение, дать ценность, позволить двигаться вперед, так завременить, как бы, компанию. И для этого появляется необходимость иметь эти концепции, типа, там, сложность, схема, там, еще что-нибудь такое. Не как внутренние, но и как те, которые приходится разворачивать. Само разворачивание является тоже управляющим воздействием. То есть способ синхронизации и упорядочивания, вообще говоря, это самое, где возможна коммуникация, где возможно взаимопонимание. По сути, да. Я это слышу так, что любой организации нужен общий язык, на котором, вообще говоря, что-то нужно понимать. По крайней мере, если есть задача развития. Если задачи развития нету, то есть всматривания в неопределенность нету, то, как бы, в общем, не обязательно, по-моему, язык общий иметь, хотя бы минимальный. Интересно, что многие организации и многие движения начинают с того, что изобретают какое-нибудь арго. Какое-нибудь, у нас, по-моему, тоже есть такие словосочетания, которые мы даже не знаем, что они непонятны. Скажите, пожалуйста, чего вы не поняли? Мы не знаем, что непонятно. Но, скорее всего, что-то мы такое говорим. И используем какие-нибудь слова типа «понимание» или «управление» или «сложность». «Киневин». «Киневин». Да, и подразумеваем что-то контекстуальное. Причем контекстуальное очень в жизненном плане. А что это? Непонятно. Так и в организации. И этим, конечно, можно пользоваться как инструментом управления. Самим формированием языка можно пользоваться как инструментом управления. Например, формировать ситуации, в которых язык оказывается выписан на какой-нибудь холст. И люди соглашаются, что эти термины, например, значимы. Пусть они не значат одно и то же, но они значат. Здесь, среди нас, они, например, актуальны. Такая тема тоже есть. Просто мне всегда вспоминается, когда мы говорим про ненужность языка для общения, как раз таки вот те организации, в которых, в принципе, планирование – это единственный способ движения, продвижения в будущее. Развитие – это тоже способ движения в будущее, но немножко другой. То есть, когда ты просто занимаешься воспроизводством того же самого, однажды схватив ситуацию, и кто-то до этого, может быть, даже придумал этот самый язык, на котором эта ситуация схвачена, да. И однажды мы сказали, вот этот там, условно говоря, декан, вот этот ректор, если пример университета, да, там это у нас, там доценты, и всё, поехали. Почему нет? Замечательно. И, в принципе, почему нет? Это работает. Если работает, почему нужно менять? Вот. Другой вопрос, что это схема, которая хорошо воспроизводит. Если задача есть воспроизводство того же самого, то нужно поддерживать, как раз-таки, наверное, даже поддерживать сознательно, бессознательность функционирования отдельных частей или фрагментов организации. А вот если есть задача не на лишь воспроизводство, а на продвижение будущее через развитие, то есть всматривание в неопределённость, через которую, вообще-то говоря, ты себя под вопрос-то ставишь. Ты не можешь развиваться, если ты не проблематизируешь ту ситуацию, в которой ты находишься. Это то, что я, по крайней мере, у нас сейчас встали в университете достаточно, ну, наверное, я могу так сказать, да, постоянными, да, системными проектные сессии. Вот. То есть там сборка идёт какая-то, то и работа, которая проведена, её частичная, по меньшей мере, проблематизация и формулировка целей в будущее, взгляд какой-то. Вот. Так вот, это всё не нужно, если тебе достаточно просто воспроизвести то, что уже работает. Если же есть цель развития, то тогда возникает куча проблем, главный из которых возникает вопрос, а нужно ли? Может, не надо, если так всё сложно? А вот. Если цель развития, нужен язык, на котором ты будешь говорить о чём-то, что ещё не появилось, да, или по меньшей мере оно может проступить и появиться. Нужно сделать так, чтобы этот язык был принят, опять-таки, насколько я это слышу, да, из того, что ты сказал. И это не просто должны быть значимые понятия, а это то, на чём вы собираетесь мыслить. Процесс тот, который будет меняться. Если процессы и предметы не меняются, тогда язык менять не надо. развитие и изменение языка, на твой взгляд, это слова-синонимы, сопутствующие процессы или нет? Ну, тут так всё сложно, но я бы вернулся немножко назад к идее того, что если развитие не требуется, то эта задача простая. Вот я утверждаю, что это не так. И здесь есть понятие резонанса и дребезга. Или есть понятие ламинарного течения из-за синергетики и турбулентного течения. В чём разница? Зачастую ламинарное течение или резонанс подразумевает, что границы и сам состав, в данном случае жидкости, в ламинарном течении из гидродинамики, не меняются. И если считать, что воспроизводство происходит в полностью неизменных условиях, носители не меняются, личности не меняются. Ситуация, контекст не меняется. Экономическая ситуация не меняется, политическая не меняется, культурная не меняется, ничего не меняется. Тогда воспроизводство происходит само собой. Но я таких ситуаций не знаю. Особенно сегодня. Поэтому, как правило, это выглядит по-другому. И это интересный момент. Формируется бессистема. То есть в здоровой ситуации, если говорить развитие и неразвитие, то формируется бессистема. Система из двух противоположных частей. Это часть, которая маркируется как ламинарная, или как самовоспроизводящаяся, или как простая. И ситуация, которая маркируется как турбулентная, кризисная, дребезжащая, или брызги, да? Ну, брызги хаотическая. Хаотическая. И нужны разные люди в обеих подсистемах. Одни люди занимаются управлением инцидентами, и когда что-то в этой ламинарной ситуации идет не так, они это обрабатывают вручную. Зачищаются. Зачищают. А другие следуют инструкции. И если корпорация очень большая, зачастую, ну, я так предполагаю, в очень больших корпорациях я не работал, но со своего дивана представляют, что они формируют такой баланс из трех элементов. Это с одной стороны воспроизводство существования корпорации с помощью реализации процедур. регламентированных. С другой стороны, это управление инцидентами, когда какие-то из процедур нарушаются по любым причинам. Гибель исполнителя или партнера. Идет что-то не так. Что-то может произойти совершенно непонятное, с этим надо работать, этим занимается высший менеджмент. И есть третья часть, которая занимается исследованием и развитием. не окрами. Которые зачастую идут в отдельный проектный институт, который находится в условно предсказуемо изменяющихся ситуациях. Это уже третья часть. Мне кажется, для устойчивости нужно три. Если ты возьмешь только две этих системы, ламинарную, турбулентную, то развития в них не будет. Будет поддержание гомеостаза. Для того, чтобы было развитие, нужна третья роль, и она другая. развитие. это сам. По-моему, в Сберии было развлечение несколько уровней развития, где сейчас уже не помню, как они классифицируются, но смысл такой, что одно дело, это процессуальные администрирования процессов, другой момент, это развитие, и третье, это рывок. Прорывные направления, с которыми нужно иметь дело, они работают по другой логике, нежели уровни развития, где развитие подразумевается не как качественное изменение, это как раз высший верхний уровень, а как постепенное продвижение какой-то цели в будущем, которое не связано с воспроизводством настоящим. И интересно, что то, что я услышал у тебя, для меня звучит таким образом. Для меня эти два элемента первых, которых ты сказал, выполнение процедуры инструкций, и работа с инцидентами зачищения это как раз два таких действия, две институции, которые позволяют воспроизвести, качественно воспроизвести процесс. А вот работа на прорыв, здесь как раз таки добавляется вот эта интеллектуальная компонента, где ты должен каким-то образом увидеть то, чего нету, и внести в то, что уже существует. То есть внести разрыв, но сделать это так, чтобы система, воспроизводясь в каких-то элементах, поддерживая свое существование, тем не менее каким-то образом как бы двигалась или меняла свои качества в отношении той цели, которая формулируется, как увидена. То есть исследование нужно только в том случае, если есть задача трансформации или изменения системы. По крайней мере, вот из того, что сказано, я это услышал таким образом. Ну, представляется, что да, и если возвращаться к самому началу нашей беседы про проектное мышление, у меня тут есть контур-тезис про проектное мышление, что проектное мышление вот в этой схеме, которую мы вдруг тут изобрели, относится только к третьей позиции. Ни реализация регламентов, ни управление инцидентами не являются проектным управлением. Сто процентов. А вот подготовка и реализация внедрения изменений вот в этой парадигме, конкретно в этой модели, это как раз может быть проектным управлением. Оно там дальше тоже может как-то классифицироваться, но это как раз проектное управление. И если мы говорим про там словосочетание проектное мышление, то можно сказать, что, например, допустим, я или вы может быть или еще кто-нибудь, ну, по крайней мере, прямо сейчас я не занимаюсь управлением. Вот прямо сейчас я сижу чай пью и веду хорошую беседу. Какое мышление я развиваю, какое мышление я реализую, какое я хотел бы реализовывать. И, наверное, я хотел бы реализовывать все три. Относясь к собственной жизни, собственной судьбе с точки зрения субъектности, как к тому, к чему я имею отношение, что оно реализуется все-таки с участием моего выбора. Пусть даже волю не будем говорить такое слово. Например, выбор, что все-таки он какой-то есть. И что я могу разобраться в своей жизни, что делать, что не делать, что произойдет, что не произойдет, и признавать то, что происходит. Тогда однозначно у меня есть рутинная часть, и она какая-то. Иногда что-то происходит, а иногда я хочу запланировать, запроектировать и что-то изменить. И тут всему есть место. Да, но в любом случае получается опять-таки то, как я это услышал. Услышал администрирование, там, где нужен администратор. Это одна ситуация. Опять-таки да, то, о чем ты сказал. Вторая ситуация, когда нужна роль, условно говоря, руководителя, тот, кто занимается развитием. И совсем другая ситуация, когда гарантий нет никаких, и ты смотришь в будущее, тогда нужен лидер. Тот, который знает почему-то, и еще более почему-то непонятно, почему-то ему верят. Все остальные, что будет именно так, как он сказал. И он какую-то ставку делает, а вместе с ним делают все остальные, идя за ним. Вот в этой конфигурации, то есть, не знаю, мне это видится примерно в такой схеме. Ну, если такие слова произносить, то, наверное, можно положить сюда организацию управления руководства, и тогда воспроизводимые процессы, это, конечно, организация. Например, я организовал себе место и материально-техническое обеспечение, чтобы перед сном чистить зубы, а потом у меня есть место, чтобы спать. Я не могу сказать, что этим надо администрировать. Однажды я организовал, но мне надо как-то это поддерживать, управлять инцидентами, например. Воспроизводить. Воспроизводить. Сломалась щетка, надо починить. В целом, больше ничего не нужно. Есть управление, и в данном контексте управление это разруливание инцидентов. Я обнаруживаю, что что-то идет не так, и, ну, как у Георгия Петровича, это образ, что кто-то швыряет стул, я вижу, что стул летит не туда, куда надо, я толкаю его, управляю его полетом, чтобы он сместил траекторию. Уже есть некоторая инерция, я оказываю управляющее воздействие. Хочу, чтобы не так было, чтобы по-другому инерция прошла. Это разруливание инцидентов. И руководство, когда я беру и говорю, туда пойдем, теперь вот так. Лидер ведет туда. Это быт к области управления изменениями и проектная работа. Угу, угу. У меня недоуменный вопрос. Так. Где здесь сложность? Вроде все объяснили же. Вроде все понятно. И сложности-то и нет. Ну вот, потому что те темы, которые мы сейчас поднимаем, очевидным образом, не мы первые их поднимали. И, в общем-то, мы используем тот аппарат, ну, может, чуть-чуть различающийся, чуть-чуть терминологический, да, но, тем не менее, по факту он уже готовый. Либо мы используем там СМД-подход, да, организацию, управление и так далее, на руководство. Либо мы используем классификации другого типа, там, не знаю, роли руководителя разной типизации, да, там, какого-нибудь Одизиса или еще кого-то. Вот, это все не нами придумано, это, по большому счету, для тех, кто занимается управлением банальности. Вот, здесь интересны для меня именно моменты, связанные именно с этим понятием сложного и возможности каким-то образом определиться, да, в этой ситуации, чтобы вообще говоря, как-то понять, где мы находимся. Мне кажется, что мы сегодня сделали такого рода превью, по крайней мере, объявление, да, развернутое на тему того, как сложность работает в управлении и в коммуникации. По крайней мере, она может стать, то, как я это вижу, да, она может стать причиной, из-за которой в рамках даже одной организации оказывается возможным недопонимание, а может даже вообще непонимание друг другом разных участников, агентов одной организации. И сложность бывает тоже разной. Про разную сложность мы попытаемся в следующий раз тоже говорить. Сложность развития, не знаю, может быть, почему нет. но, видимо, все-таки само явление сложного, опять-таки, с какой перспективы зайти, да, в математике ведь тоже есть определение или понимание того, как устроено сложное. И то, как мы обычно воспринимаем сложное, ну, это, скажем так, отдаленно связано с этим, потому что часто мы воспринимаем его как просто трудное, например, или непонимаемое нами. То есть то, что трудно проницаемо для взгляда. Вот. И вот набор вот этих вот таких шаблонов или каких-то взглядов абстрактных по всей видимости нужно будет и отсеять, отслоить, да, от того сложного, с которым будем работать. Это мой такой взгляд на это дело. Вот. И мой тезь такой, что в организации коммуникации в управлении одним из критериев появления сложного является необходимость вырабатывать и вырабатывать язык. Если, то есть об как опознать, столкнулись ли мы с чем-то, что является сложным, необходимость найти общий язык, общие понятия, посредством которых мы можем вообще об этом как-то говорить. Вот. Потому что в противном случае бардак, нехорошо, все плохо. У меня тут сразу море контртезисов, что с одной стороны сложное и сокрытое и трудное это очень различные вещи, совершенно разные. И сложное, и хаотичное, например, они могут не пересекаться, а могут пересекаться. Поэтому тут сложность, она контекстуальна, само определение сложности контекстуальное, можно посмотреть какие-то модели, которые этот контекст вводят и таким образом позволяют определить понятие. То есть исходя из потребности определить язык, мы как раз в сложной ситуации по твоему описанию. С другой стороны, вот этот момент, когда языка не хватает, зачастую находится в слепом пятне. Понять, что то есть это плохой индикатор, плохой индикатор сложной ситуации это сигнал, который практически невозможно воспринять. Нужно специально методики, чтобы понять, что тебе не хватает языка. Языка может не хватать для того, чтобы сокрытое. Мышления может не хватать, если нет языка, скорее всего, ты не можешь даже ухватить это и как-то помыслить. Скорее приходится мычать, но это тоже надо понять, что мычишь в направлении чего-то. Об этом тоже можно поговорить. Ну, вот такое небольшое введение в тему сложного, очень сложное, мне кажется, введение. Но, тем не менее, именно в контексте того, как осуществляется управление и коммуникация. И, соответственно, что и там бывают какие-то процедуры и процессы, которые требуют внимания к этому странному, непонятному явлению. И представляется, что выход на какую-то позицию внятную возможно только тогда, когда происходит прояснение таких сложных, трудных, неопознанных, скрытых явлений, которые, на самом деле, никакими явлениями поэтому и не являются. Как только оно появилось, у тебя есть, по идее, для этого уже сова. Если сова нет, явлений нет. Спасибо большое за внимание. Ну, вот, как-то так. Да, спасибо. И пишите комментарии, мы обязательно их рассмотрим в следующих беседах, если что-то интересно, было бы здорово. А на сегодня все. Пока-пока. До встречи.